Приветствую вас, прочитал вопрос, и хотел бы вас спросить, а, собственно говоря, зачем? Вот зачем вы хотите встретить своего мужчину, будущего мужа, спросить им всю свою жизнь в душу, и, конечно, родить от него? Зачем? Понимаете ли вы, что таким поведением, с такой установкой вы не только идеализируете семью, но вы отказываетесь воспринимать человека таким, какой он есть, потому что для вас это идеальный мужчина, а идеального мужчины нет, и вы будете испытывать сильное разочарование от того, что кто-то, кого вы посчитаете подходящим, а не будет удовлетворять вас с вашим премованием. Нельзя встретить своего мужчину и сразу думать, что он будущий муж и отец ваших детей. Нельзя человеком прожить душа в душе, потому что конфликты, какие-то разногласия, противоречия нужны, необходимы для роста, для развития, для эволюции отношений к матери. А если вы хотите именно выйти замуж и родить ребенка, то вы, получается, что-то ожидаете от этого. Получается, что вы реализуетесь, вы пытаетесь реализоваться через это. И получается так, что и семья, и муж, и ребенок для вас это средство, которое вы используете для того, чтобы получить то, что вам нужно. Ну, по какой-то причине стало нужно. И понимаете ли вы, что либо в такой ситуации вы будете подавлять человека, будете его давить, пресекровать и прочее. Либо вы, наоборот, впадете от него в зависимость и будете нуждаться в нем. Так сильно, что он не будет вас, например, уважать. Потому что для построения равноправных, здоровых отношений, нужно, чтобы вы воспринимали друг друга изначально. Не как потенциального, например, вы, своего мужчину, потенциального мужа, отца ваших детей. И не как мужчину даже, а как человека. И не факт, что вы с этим человеком обязательно создадите семью. Не факт, что вы с этим человеком заведете детей. Понимаете? Но это все не факт, не потому что этого не может быть, а потому что вы не знаете, будет это или нет. И все это не важно. Главное, чтобы вам нравился человек, чтобы вам хотелось сделать этого человека счастливым. А если вы будете хотеть семью, ребенка, если вы будете хотеть быть женой, то вы не сможете делать человека счастливым, потому что у вас будут свои желания. Через все это вы будете реализовываться сами. И о каких равноправных отношениях тогда идет речь. Поэтому я рекомендую вам подумать, для чего вам это все нужно. Почему вы хотите этого сейчас, когда у вас нет еще мужчины, нету мужа, нет детей. Если вы всего этого хотите, значит, это ваше личное желание, ваши личные потребности, которые, по вашему мнению, должны удовлетворять и мужчина, и муж в разных, так сказать, социальных ролях, и дети. А на самом деле, вы для вступления в равноправные отношения, все свои желания должны удовлетворять самостоятельно, чтобы быть независимой, чтобы быть равноправной, чтобы быть партнером в отношениях, чтобы помимо отношений мужчины и женщины, муж и жена, отец и мать, еще и общечеловеческие какие-то аспекты за своим мужем иметь. Как личности, как самодостаточные личности, как независимой личности. Ну а если вы хотите подавлять своих близких, или если вы хотите быть ведомой в отношениях, то есть, значит, зависимой, иными словами от другого, тогда да, вы на верном пути. Но вопрос в том, осознаете ли вы, чем это для вас грозит, и осознаете ли вы, что счастливы вы при таком раскладе не будете, при такой вот позиции, какая у вас сейчас. Это большой вопрос. И пока у вас мужчины нет, я предлагаю вам, как следует, сформировать свою патрицу, дифференцировать свои желания, детерминировать свои влечения, определить их, и учиться отделять то, что вы хотите для себя, и то, что вы хотите для другого. И не смещать это, не совмещать, не смешивать. И то, что вы хотите для себя, удовлетворяясь самостоятельно, то, что вы хотите для другого, безусловно, делать, но при этом не ожидать ничего взамен. И не строя таких планов, как обязательно мужчин встретить, обязательно будущего мужа, обязательно будущего отца детей. То есть, ну, не бывает так, чтобы отношения, выстраиваемые для определенной цели и по заранее заготовленному сценарию, приносили удовольствие людям и людям в равной степени. То есть, да, кто-то будет счастлив, кто-то, но кто-то один. Если вас это устраивает, вы на верном пути, и я думаю, что стоит прислушиваться ко мнению моих коллег. Если нет, то тогда стоит обратить внимание на вот эти вот аспекты. И пока еще вы не в отношениях, об этом подумайте. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, буду рад помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...